Один из самых ожидаемых фильмов этого года «28 панфиловцев» вышел в широкий прокат. В этот четверг состоялась его премьера. Первую в мире ленту о героическом сражении за Москву снял Амич, а еще один наш земляк сыграл одного из героев-красноармейцев. Пятую часть бюджета ленты собрали простые люди. Моя коллега Юлия Боброва, уже купившая билеты на этот фильм, накануне премьеры пообщался и с главным героем, и с режиссером 28 панфиловцев. Сегодня за нами не только Москва, не только вся наша необъятная родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Ноябрь 1941 года фашистская армия наступает на Москву. 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова несколько часов сдерживают атаку неподалеку от столицы. Они уничтожили 18 вражеских танков и десятки солдат противника. Врага не пропустили, а сами погибли героями. Эту историю в художественном фильме рассказывают впервые. Его снял Амич, режиссер Ким Дружинин в тандеме с Андреем Шалиопой. Среди актеров Александр Устюгов, который долгое время жил в Омске, и актер лицейского театра Азамат Нигманов. Я играл про себя, что для меня значит война. Пытался понять, что стоит перед человеком, какие экзистенциальные вопросы он задает себе. Натуральные съемки дают эту атмосферу, когда ты на морозе, на холоде, по 12 часов стоишь в холоде и понимаешь, что ты чувствуешь только маленькую толику тех людей, которые были на самом деле там. Лента удивительна еще и потому, что деньги на съемки собирали на основе краудфандинга. 35 тысяч человек пожертвовали 34 миллиона рублей. Потом поддержало и правительство страны. Общий бюджет фильма о подвиге – 150 миллионов. В день премьеры режиссер Ким Дружинин признался нашему телеканалу. Всех, кто помог фильму выйти на экраны, упомянут в титрах. Это огромная победа и наша во вторую очередь. В первую очередь это победа, конечно же, нашего народа, наших людей, которые откликнулись на нашу инициативу, поддержали. И если бы не этот народный сбор, то фильма бы не было. Фильм вышел в юбилейный год 75-летия битвы под Москвой. Эту в прямом смысле народную картину о героическом подвиге только в первый день проката посмотрели больше 60 тысяч человек. Юлия Боброва, Новости, Здесь, Омск.